Всем привет! С вами я, Пешкова Оксана, и это ваш Кардамон Клуб. Сегодня будем готовить шоколад. Оставайтесь с нами, никуда не убегайте. Поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ну что же, приступим. Итак, смотрите, для работы нам понадобится мой любимый пластик и не менее любимый шоколад. Впереди у нас выпускные. Поэтому мы заранее подготовимся к этому прекрасному мероприятию, подготовим предложение для клиента. Нам понадобится форма выпускнику, это школа. Здесь есть и «До свидания, школа», и садик, и любимому директору. Каких только форм нет, ссылки я оставлю также под видео. Есть все на сайте cardamonclub.ru, поэтому покупайте, заказывайте, успевайте. Я вам расскажу бизнес-идею. Итак, берем форму выпускника, заливаем сюда шоколад, оставляем стабилизироваться и потом вкладываем вот в эту пэк-форму. В чем плюс? Это, считайте, у вас уже готовая упаковка, которую можно, знаете, завязать на ленточку, повесить выпускникам. Все, все счастливы, все довольны, предложили своим родительским комитетом, потому что и садики успеваем охватить, и школу. Также у нас есть «До свидания, школа». Ну, в общем, максимальное количество всего. У вас сейчас как раз самое время выложить предложение клиенту, чтобы он понимал, что ему нужно купить. Есть еще одна очень любимая нами история – это вот такой набор шоколадный. Это долгоиграющая тема, на самом деле, потому что этот набор вы можете предложить, также подарить на выпускной, что учителю, что в садике. У нас еще в садике не забывайте. Также вы можете этот же набор подарить и предложить своим клиентам на 1 сентября, и этот же набор на День учителя. Поверьте, очень хорошо расходится, потому что он простой, он понятный, он шоколадный. А колокольчик вы можете использовать неоднократно еще и на Новый год. То есть у вас одна формочка сыграет на всех праздниках, и таким образом вы получите дополнительный бюджет, дополнительные денежки благодаря ей. Все, пожалуйста, покрываем моими любимыми богатым золотишком, серебришком. Оно такое. Чтобы получить такой плотный цвет, вам необходим будет алкоголь. Водка или спирт разводите, ну попробуйте, сами проэкспериментируйте. Вот коробочка тоже классная. Формы, еще раз обращу внимание, бывают разные. То есть здесь и вот детсадовцу сейчас зальем, здесь и учителю, все что угодно. Смотрите, то есть форма пластиковая, ее необходимо проспиртовать, ну просто обезжирить. В принципе, основная функция спирта в этом случае – натереть. Чем лучше вы натрете формочку, тем она будет более блестящая на выходе вашего изделия, шоколад и так далее. То есть все просто, опять же, масса видео у нас есть, смотрим, радуемся, используем. Все, заливаем шоколад в формочку. Можете на весах это делать, чтобы у вас вес был одинаковый и форма была одинаковой. Здесь как вам удобно. Обязательно постучите. Для чего мы стучим? Для того, чтобы все пузырьки у вас вышли и максимально ваша форма была заполнена. По количеству форм. Крайне вам рекомендую просчитать, сколько вы за раз можете темперировать шоколада. То есть сделайте такой некий конвейер, потому что зачастую у вас небольшие помещения, это кухни или маленькое производство, и у вас нет возможности выставить рядами ваш шоколад. Но, опять же, он стабилизируется несколько часов при температуре, там, 17-20 градусов. И чтобы не ждать, вы, например, можете за раз оттемперировать полтора килограмма. Сколько в вашу формочку входит шоколада? По-моему, здесь грамм 20-30. Не помню, если часто. Посмотрите. Вот и посчитать, чтобы вы за раз могли отлить нужное количество форм. То есть чтобы и шоколад у вас не пропал, чтобы вы его не оставили. Он, знаете, там, застыл, вы опять заново все делаете. Это первое. Второе. Вы залили первую партию, тут же вы сделали вторую партию, и тут же вы сделали третью. То есть вы за день, в принципе, весь объем можете отлить основной. Мы так, например, поступали. Да, вам нужно будет затратиться немного на первую отливку, но все-все последующие уже пойдут как бы в прибыль. То есть формочки уже отработают себя с первой продажи. И они многоразовые. То есть вы, когда закончите работу с этим праздником, касается любой формы пластиковой, помойте, пожалуйста, горячей водой. Даже не нужно промывать с ферри, потому что помним, что ферри, ну, ферри, образно выражаясь, там, все моющие средства, они хорошо борются с жиром, а шоколад – это жир. То есть моющие средства и шоколад – они не друзья. Поэтому помыли, просто вытерли насухо, высушили хорошо, упаковали в пластик и оставили до следующего праздника. То есть у нас прям были тематические такие, знаете, упаковки, коробки. Было подписано «Новый год», «Праздник» и так далее. Опять же, форма, напоминаю, смотрите на форму, ее можно использовать в разные праздники. Вот вам прекрасный колокольчик, который послужит вам, ну, да даже летом что-то сделали, подарили, пожалуйста, это же не обязательно новогодний. Все, думайте, придумывайте, готовьте. Итак, наш шоколад стабилизировался, он уже готов выскочить из формы. Не будем откладывать, давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, формочки отдали наш шоколад. Смотрите, если у вас шоколад, вы поймете, что немного с браком, что-то пошло не так, вот в моем случае я вижу, что здесь у меня есть брак, он не идеально, знаете, ровненький, немножко какие-то вот вкрапления есть, у нас, нам поможет кондурин, ребята, это волшебная вещь, все покрывающее. Ну, то есть на вкус это не повлияет, честно вам скажу. Клиент даже не поймет, что как бы что-то пошло по технике не так, это будет видно только вам. Поэтому берем кисточку и вот так серебрим. То есть я не скрываю от вас, что у меня что-то пошло не так, ну, чтобы вы тоже понимали, что может быть. Просто взяли, во-первых, смотрите, как будет красиво. Ваша вот картинка проявляется. Оп, засеребрили наших деточек. Это пищевый кондурин, пожалуйста, ну, как бы много, конечно, его есть не надо, но все равно. Смотрите еще какая история. То есть если у вас совсем все, шоколад ведет себя плохо, совсем все вы его испортили и покрыли при этом кондурином, но поняли в какой-то момент не хочу некрасиво, ну, в общем, не в вашем вкусе, например, с кондурином шоколад можно темперировать, можно нагревать и так далее. Но лучше, если будете нагревать в микроволновке, прикрыть какой-нибудь бумажечкой, чтобы, знаете, не заискрило. Ну, потому что все-таки кондурин металлизированный продукт, по-моему. Ну, что-то такое, в общем. В общем, вот подсказочка вам. Все, вот так засеребрили прекрасных наших деток, проявили. Очень, мне кажется, круто получилось. Вообще огонь, надо брать. Детки будут счастливы, потому что это можно съесть, это можно дальше употребить. Ну, и родители, почему это можно, как бы, тоже предлагать родителям, что медальки, что-то не бесполезно, трата денег на никому не нужные истории, а ребенок употребит. Ну, согласитесь, мало кто хранит эти медали. Так, здесь у нас будет серебро, а здесь мы его богаче сделаем, здесь у нас будет золотишко. Обратите внимание, как, вот, насколько хорошо, покрывает этот кондорин. Здесь у нас пошло золото. Все, ну, с серебришком будет тоже так красиво. Все, мы проявили выпускника. Смотрите, как у нас он заиграл. Сейчас мы это все упакуем. Вот так. Динь-динь-динь-динь-динь. Вообще, слушайте, как круто. То есть можно элементы проявить посильнее, важные, например, а по кругу просто так, знаете. Все. И то, что у вас что-то пошло не так, что формочка у вас или шоколад дал небольшой брак, не видно. Никому только не рассказывайте, что так можно делать. А то скажет, вот. Да, бывают ошибки, и я как бы показываю вам, как с ними справиться. Итак. Сейчас мы это все уберем. Смотрите, какая история у нас получилась. Мне кажется, вообще круто. И вот выпускник. Хотите, сделайте его поплотнее. Хотите, так оставьте. Вообще, очень круто. Все. Наступил тот долгожданный момент, когда мы можем упаковать прекрасные медали. Берем так форму, вкладываем сюда выпускника, просто закрываем. Ну, мне кажется, вообще великолепно. То есть формочка нам вот играет роль и защиты, и вот повесим сейчас, и так далее. Деток наших. Такие прикольные. То есть можно и золотишком, серебряшком тоже одновременно-одновременно покрыть. По поводу цвета ленточки подбирайте уже, если знаете, кто что любит. Так, у нас сейчас мы дырочку сделаем не до конца. Так, ленточки. Буквально, хоп. Ну, подберите, как вот правильно, как вы думаете. Ну, по себе померьте. Нарежьте их заранее, чтобы вам удобно было. Да, открывается, обращаю ваше внимание. Сейчас я вам покажу, как и с этой проблемой можно справиться. все отрезаем. Все просто, ребят, на самом деле, банально. Выравнивайте ленточку, чтобы было ровненько все. Завяжите узелочек. Вот такой лайфхак. Оп. И у вас таким образом формочка не открывается. все равно получше. И все, и завязываете дальше. Оп. Оп. Все. Если вы понимаете, что сзади как-то скучно, неинтересно, хочется чего-то добавить, вы можете предложить клиенту напечатать картинку с названием школы, выпускного, даже именные сделать, кружочки там, Васечке Иванову посвящается. Все. Круто, круто, классно, классно. Здесь у вас будет история со школой. Это здесь и здесь. Мне нравится. Детям заберу. Макс, у меня будет счастлив. Ленты также подбирайте, какие вам нужны. Длинноватая. Вот. Поэтому отрезайте за ранее. Так. Ну, в общем, давайте подумаем, что это вот так. Оп. Здесь, кстати, есть даже вот золотому человеку, золотому человеку, золотому. Можно вот такой узелок завязать. Ну, просто, знаете, вот. Уже, ну, ой. Смотрите сами, как вам хочется. Все. То же самое. В чем плюс этих медалей? Их заказывать будут на весь класс. То есть, ни одну штучку. Сами понимаете. Поэтому просчитывайте себестоимость. Все зависит от шоколада, на котором вы работаете. Формулу вам просчета оставлю под видео. Вот такие у нас медалечки получились. Красивые, замечательные. И, главное, простые в приготовлении. Поэтому, как всегда, готовьте, удивляйтесь. Подписывайтесь на наши соцсети. Все под видео, все ссылочки. Спасибо, что были с нами. С вами была я, Пешкова Оксана и ваш Кардамон Клуб. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok